Сегодня в краевой столице был зафиксирован еще один случай гибели человека после падения с большой высоты, с общего балкона высотного дома. На этот раз работать полицейским исследователям пришлось у 14-ти этажки, расположенной неподалеку от остановки Павленко. У подножия дома жильцы обнаружили тело 24-летнего хабаровчанина. Похоже, его визит сюда был не случайным. Это единственная высотка в этом районе, и, вероятно, к ней молодой человек пришел нарочно. К числу жильцов дома он не относится. Об этом с уверенностью заявили местные жители. Свидетелей, которые видели бы пугающий момент падения, нет. Те, кто первыми оказался на месте, слышали удар. Двое из них – пенсионеры, проживающие на 12-м этаже. Я шел в магазин, только с крыльца сошел, вот до этого угла дома дошел, под деревом. Вышел сзади – ба-бам! Ну, я повернулся, ну, помочь уже бесполезно. Я пошел в магазин, вернулся, подобрал. Деньги там три сотни лежали, их разнесло в разные стороны ветром. Сотовый телефон, аккумулятор сотого телефона, крышка, он рассыпался. Ну, сложил это в кучу и башмаком его придавил. Соседка мужчины наблюдала происходящее совершенно с иной позиции. Застать пожилую даму дома не удалось, но она успела рассказать обо всем своей соседке. Женщина, вышедшая из подъезда, на доли секунд разминулась с несчастным, иначе бы он упал прямо на нее. Они выходили сюда, вот мусорка горела, они тушили, оборачиваются, шли, упал. Балкон 11-го этажа рассматривается следствием, как место, откуда выбросился или был выброшен хабаровчанин. Здесь остались следы недавнего пребывания человека. Возможные вещдоки, пачка сигарет и опустошенная банка энергетического напитка. Имеют ли эти предметы отношение к погибшему, будет устанавливаться. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Виталий Векслер.